Мы будем поглядывать на рисунок, который я только что сделала. Чтобы представлять, что где находится. И дракона, Змея Горыныча, я рисовать не буду. Мы сделаем очень простой рисунок для детишек самых маленьких. Смотрите, на листе я определю, где у меня небо, где у меня земля. И отделю неровные линии, вот такими двумя буграми, раз и два. Вот это будут холмы, над которыми летит Змей Горыныч. А здесь я всего лишь нарисую туловище и треугольник. Три кружочка. Раз, два и три. Третьи, вот так. Даже не кружочки это у меня, а овальчики. А остальное, в принципе, можно сделать кисточкой. Ну ладно, я намечу. Вот так вот еще соединю. Это будет две-три шеи. А остальные детали я уже буду делать краской. И для начала я сделаю мокрым весь лист. Хотя нет, немножечко с другого начну. Вот мой набор акварели. И обязательно перед началом работы мне нужно увлажнить все цвета, которые у меня здесь есть. Потому что я еще не придумывала, в каком цвете мой будет Змей Горыныч. Возможно, мне понадобятся все оттенки, которые у меня здесь есть. А может быть, некоторые из них. Я просто по капельке добавляю в каждый цвет, для того, чтобы моя краска немножечко размокла. И тогда цвета будут гораздо ярче, чем если вы ее не размочите, а начнете работать сразу. Еще для того, чтобы краски на кисточке оставалось больше, нужно просто долго-долго покрутить кисточкой в одной коробочке. В том цвете, который вы хотите набрать на кисточку. Чем дольше крутите, тем больше цвета у вас остается. Еще надо подумать, какое же время дня у вас будет на картине. И для этого, смотрите, ночью у нас небо будет в холодных оттенках. Синий, фиолетовый. Утром можно взять розовые оттенки. Вечером оранжевым небо бывает на закате. Давайте сделаем вечер. Мне нравится оранжевый тон, и он веселый и радостный. И сейчас я не обращаю внимания, что у меня вот здесь дракон нарисован. Змей Горыныч мой намечен слегка. Я верхнюю часть листа сделаю влажной. И у меня будет заходящее солнце на картинке. Смотрите, я делаю влажным половину листа. Ту часть, которая у меня будет небом. А потом по влажной бумаге, вот, сразу же. У нас бывает несколько степеней влажности, когда мы сразу по мокрому начинаем работать. Или немножечко ждем, чтобы вода подсохла. Чтобы краска не очень сильно растекалась. Но мне хочется, чтобы растекалась краска сейчас хорошо. Я возьму желтый цвет. Вот такой. И здесь, вот в уголочке, пущу полоску желтую. Сюда, вот в эту ямочку, у меня будет садиться солнышко. Но я не рисую солнышко пятнышком, как мы рисуем с лучиками обычно, с детишками. Я рисую просто полоску оранжевого цвета. И смотрите, как красиво растекается по мокрому краска. Потом я возьму вот такой вот красный цвет. Но красный не ярко-алый, а розоватый, холодный красный. Вот такой. И над оранжевым цветом сделаю полоску красную. И чем выше я буду подниматься, тем темнее у меня будет свет. Потому что солнышко садится, весь свет остается внизу. А наверху уже небо темнее становится. И его можно сделать фиолетовым. Или через фиолетовый в голубой увести в синий. Или ультрамарин взять. Ультрамарин, который холодный синий. Давайте-ка я наверху как раз сделаю вот этот цвет. Вот такой. У меня немножечко загибается лист от того, что он влажный. Если у вас есть планшет, то закрепите лист на планшете. Так намного удобнее работать. Можно и наклонить листок, чтобы краска потекла в нужную сторону. По мокрому у нас краска растекается. Если вы наклоните лист, краска потечет в ту сторону, в которую вы наклонили. И так вы управляете разводами краски. Вот с синим хорошо сочетается как раз тот самый холодный розовый. Или, смотрите, я взяла такой малиновый цвет. Даже не малиновый, а лиловый. Все зависит от того, какие цвета у вас есть в краске. Если у вас акварель 12 цветов, у вас все равно должно быть два цвета красных. Вот вы выбираете из этих двух цветов холодный. Тот, который больше на фиолетовый похож, чем на малиновый красный, такой помидорный цвет. Так, и сюда я могу еще одну полоску голубую пустить. У меня будет, смотрите, как один цвет вливается в другой. Вы можете поэкспериментировать. Но только здесь стоит делать, наверное, горизонтальные линии. Они больше будут похожи на облака, на заходящую и освещенные заходящим солнцем. Ну вот, смотрите, какой у нас прям такой пейзаж получился уже. Закат, солнышко. А землю мы нарисуем, так как у нас это вечер, в холодных оттенках. Это будет зеленый, но с небольшим добавлением голубого, синего. Я беру травянистый зеленый. Около горизонта, горизонт у меня вот здесь вот, у меня будут холодные оттенки. Я беру сначала травянистый зеленый. Потом смешиваю с синим. Вот с таким цветом смешаю. Получится холодный зеленый цвет. И проведу линию. У меня подсохла уже нижняя часть неба, желтая. И краска не растекается. Если вы будете делать вот эти холмы, не дождавшись, пока у вас высохнет желтая или розовая краска, то краска может растечься далеко и будут разводы. Но на дальнем плане такое может быть. А теперь, смотрите, я побольше добавляю зеленого и может быть даже немного в него добавлю желтого, чтобы он был теплее. Потому что цвет, чем ближе, тем теплее мы берем. Теплый цвет, он зрительно приближает предметы. Еще желтее, еще добавлю желтый в этот цвет. Даже вот здесь смешаю. Здесь у меня уже получается салатовый. И посмотрите, холмы у меня становятся все желтее и желтее. Чем ближе, чем ниже я опускаюсь. Вот уже картина получается. Чудесный пейзаж у нас, да? И если вы хотите, вы можете на этом остановиться. Нарисовать деревца и все, закончить свою работу. Это уже будет у вас просто пейзаж. Но так как у нас задача нарисовать дракона, змей Горыныча. Так. Продолжим. Так. А вот змей Горыныча я должна рисовать по сухой, просохшему фону. Мы нарисовали, сделали только фон. Это небо, облака. И пока я жду, когда подсохнет фон, что я могу сделать? Добавить деталик. На дальнем плане сделаю лес. У меня уже подсохла вот эта часть. И я намешиваю холодный цвет. Помните, как мы намешивали холодный? Зеленый с синим смешали. И делаю где-то повыше бугорки, где-то пониже. Начинаю с края. Сейчас я еще намешаю цвет. Мне не очень мешать удобно в кадре. Поэтому, смотрите, где-то повыше поднялась, потом опустилась совсем низко. Вот эта линия, если вы ее сделаете не одинаковой, она будет интереснее смотреться. Можно, конечно, просто полоску ровную провести, темную. И это тоже будет похоже на лес вдалеке. Он бывает ровным, да? Если вы, может быть, проезжали поля с лесами вдалеке. И в этот цвет добавляем сейчас более темный пятнышками. Вот так потыкаем. Мы еще интереснее сделаем наш лес. Он будет не однородный зеленый, а с несколькими оттенками зеленого. С другой стороны, мы можем взять более голубой. И это тоже интереснее будет, да? Скучно, когда вы все закрашиваете одним зеленым цветом. Зеленая травка, зеленый лес. Интереснее, когда вы добавляете куда-то больше голубого, куда-то более желтого. И у вас картина становится от этого живописной. С этой стороны я тоже сделаю полоску леса. А вот чем ближе мы приближаем, у нас предметы располагаются, тем они становятся четче и теплее. Я сейчас опять намешаю зеленый, но более теплый, смешаю с желтым. И здесь уже сделаю деревце, может быть, или кустики, но более теплого цвета. Но они, конечно, этот теплый цвет должен отличаться от фона. Немножечко темнее сделаю, чем фон, но теплее, чем дальний план. Вот. Сделаю, смотрите, просто кучку вот такую. У меня получился кустик на переднем плане. А здесь могу несколько кустиков уже теплых. Кстати, могу сток сена нарисовать, да? Допустим, в поле. Змей Горыныч у меня не будет ничего полить. Я не буду рисовать языки пламени из его рта. Но вы можете нарисовать, если вам хочется. Я сейчас возьму белую краску. У меня обычная белила гуашь. И смешаю, намешаю цвет змея Горыныча. Мне хочется, чтобы он был... Ну, во-первых, он должен, конечно, сочетаться вот с этими оттенками, да? Потому что у нас картина должна смотреться гармонично. И поэтому он может быть оранжевым. Он будет неплохо смотреться, да? Он может быть синим. И тогда он будет, наоборот, контрастно и хорошо выделяться. А давайте я сделаю его синим. А потом какие-то детальки, точки прорисую оранжевым цветом. И тогда он будет нарядным и красивым. Итак, я сейчас намешаю какой-нибудь яркий такой... Сейчас вот такой цвет, смотрите. По-моему, очень симпатичный цвет для дракона. Он, конечно, может быть и зеленым. Я могу немного зеленее сделать этот цвет. Все-таки змей Горыныч. Змеи у нас коричневые бывают, да? Вы выберите для своего змея Горыныча любой цвет, который вам по душе. Я возьму этот. У меня не очень хорошо просох фон. Но я начну с того места, где у меня уже высохло. Вот голова. Это будет круг. Маленький круг. Еще один маленький круг. Вот она, еще одна голова. Я нарисую маленький кружочек. Побольше возьму цвета. Для того, чтобы цвета на кисточке было больше, я уже об этом говорила, я подольше покручу. Вот так вот поглажу краску и добавлю в палитру. Возьму еще другой оттенок. Вот зеленый я добавляю оттенок, чтобы был зеленее цвет. У меня получается вот такой изумрудный темный цвет. Но для моего дракона мне такой цвет подходит. Он будет хорошо смотреться. Он будет силуэтом темным смотреться на ярком небе, с заходящим солнцем. А уже детальки, чешую, какой-то орнамент по нему, я могу сделать гуашью сверху светлыми оттенками. Вот это три шеи. Я еще набираю цвета прям из баночки. На предыдущих занятиях мы намешивали лужицу сначала. И из этой лужицы брали краску для того, чтобы у нас краска была, цвет был однородным. Его хватило на большой лист, чтобы заполнить лист. А вот смотрите, он у меня смешивается с другими оттенками. И красиво сочетается. Еще хочу обратить внимание, для того, чтобы цвета у вас были яркими на вашем змее горыныча, такими насыщенными, яркими были тона, берите холодные оттенки. Если у вас, смотрите, небо холодное, розовое, фиолетовое, и вот этот вот холодный зеленый изумрудный цвет, он хорошо сочетается с розовым и фиолетовым. Но если я возьму холодный зеленый и смешаю с оранжевым, у меня получится грязноватый зеленый цвет, такой коричнево-зеленый. Вот, смотрите, у меня уже получилось туловище, треугольник, хвост и три головы с шеями. Остальные детали мне нужно делать, конечно, по просохшей бумаге. Я сейчас придумаю, чем мне заняться, пока у меня сохнет туловище у дракона. Я нарисую домики. А для этого я возьму плоскую кисточку, квадратную. Кстати, о кисточках вы можете посмотреть на нашей страничке, в самом низу. Есть маленькие ролики о кисточках, которыми мы чаще всего работаем. И маленькие домики я, допустим, могу нарисовать вот такой плоской кисточкой. Это синтетика плоская, номер шестой. Итак, я сейчас возьму коричневый какой-нибудь цвет. Может быть, немножечко смешаю его с красноватым. И на дальнем плане, смотрите, мне эта кисточка делает квадратики прям, да? И легко сделала два мазочка, и у меня получился квадратик. Я сейчас сразу сделаю несколько квадратиков. А еще для того, чтобы в акварели сделать немножечко светлее цвет, мы не добавляем белую краску. Мы возьмем палитру и добавим сюда немножечко воды. И посмотрите, свет у меня стал сразу светлее. Вот один квадратик у меня будет темным. Второй чуть-чуть посветлее. Это еще домик будет. А домики могут быть какой-то повыше, какой-то пониже. Сейчас я изменю оттенок просто для того, чтобы это было интересно. И сделаю вот такой домик. Это будут разные маленькие домики внизу. У нас наш змей-горыноч летает над деревнями, да? Может быть, даже над городами. А может, вы посмотрите, как выглядят деревушки, да? Посмотрите пейзажи. И нарисуете церквушку, колокольню. Смотрите, а этой кисточкой я могу еще вот так вот сделать заборчик. Только дотрагиваюсь кончиком. От того, что она у меня плоская, вот так вот заборчик сделала за этим домиком. У этого домика могу сделать заборчик. А окошки я сделаю потом желтой гуашью светлой. Светящиеся. Они у меня будут светиться желтым цветом. И опять же у меня цвета перекликаются. Смотрите, у меня желтые есть в небе. И это будет хорошо сочетаться с желтыми окошками, которые вот здесь будут гореть в домиках. А цвета какие подобрать? Вы можете заранее потренироваться на бумажке. Просто развести оттенки. И заодно познакомиться со своим набором акварели. Вот такой домик подлиннее будет. Ну, я опять же стараюсь сделать как можно проще. Потому что это работа для маленьких детей. А старшие могут заранее прорисовать все детальки карандашом, а потом уже прорисовывать кисточкой. Так, посмотрим, блестит мой дракон. Да, к сожалению, он еще не высох. И мне нужно ждать, когда все подсохнет. Сейчас я прервусь ненадолго. Высушу работу, а потом продолжу. Ну вот, я феном высушила работу. У меня уже все сухое, ничего не блестит. И сейчас я могу заняться деталями. И, допустим, прорисовать на моего змея Горыныча. За это время я добавила на палитру гуашь белую. И есть два варианта. Вы можете прорисовывать гуашью, все цветной гуашью. А можно просто белую гуашь смешивать с цветами акварели. И тогда у вас получатся хорошие, яркие оттенки. И с чего бы я хотела начать? Вот, я сделаю прям сухой кисточкой. Возьму немного белой краски и поставлю точки. Раз. Ровно два. Это будут глаза моего дракона. У одного будет видно два глаза. У второго один. Он смотрит боком. Его голова боком к нам повернута. Вот это дракон. Да, я ему тоже два глаза сейчас нарисую. Они будут вот здесь. Они у нас будут разные. Вот еще один дракон. Глазки пусть сохнут. Что я еще могу добавить дракону? Могу намешать какой-нибудь красивый цвет. Вот у меня есть розовый. Я смешаю с белилами. Добавлю немного вот такого голубого. У меня получится сиреневый. У меня вообще все, даже злодеи, получаются нежными. Поэтому вы уж выбирайте себе свои тона. А я вот в таких оттенках своего змея Горыныча сделаю. Поставлю пятнышки. Вот такая полосатая у него шея будет. Одна шея полосатая. Я еще хочу, наверное, добавить ему такие зубчики на спину. Сделать мне их. Пожалуй, зубчики я сделаю ему синие, темными. Все равно с гуашью смешаю. Пусть будут синенькие. Треугольнички делаю. Раз. Два. Можно просто треугольники нарисовать острой кисточкой. Тонким кончиком кисточки круглые. Сейчас я намешаю синий цвет. У меня уже белило, попали в краску. Так. Вот. Смотрите. Делаю маленькие треугольнички. Это у нас зубчики. Кстати, эти же треугольнички можно делать просто прикладывая кисточку вот так вот пятнышками. Почему бы нет? Так тоже может быть, да? Вот. У этой шеи будут вот такие пятнышки. И нужно учитывать то, что на темном фоне хорошо смотрится светлый цвет. На светлом темный наоборот, да? И поэтому по этой шее я вот тут вот по хребту поставлю ему просто точечки, да? Это вот такой хребет у него будет. И все эти точечки будут в одну линию срастаться. Вот тут у него будут треугольнички уже. И треугольнички я ему светленькие сделаю. А, нет, ромбики сделаю. Вот такие вот ромбики. Вы можете просто пятнышки сделать вот так, прикладывая кисточку. Тоже может быть, да? Смотрите, какой у нас чудесный змеи-горыныч. Вы его можете точечками, полосочками разукрасить. Будет у нас отличный, нарядный такой змеи-горыныч. А почему он не может быть красивым? Он может быть красивым, да? Вот мы ему сейчас еще полосочек нарисуем. Гуашь, когда высыхает, если в цвете много белил, становится светлее. Если обелил немного, то он будет темный. Но вот, по-моему, неплохой такой змеи-горыныч. Лап не хватает. Давайте-ка мы ему парочку лап вот здесь вот пририсуем. А две лапы будут видны, а две лапы будут скрыты телом. Вот сюда я ему лапы пририсую. Вот так вот. И коготочки. Еще. Так, так. И вот так вот, коготочки. Можно одному из одной шеи, одной голове открыть рот. Вот так вот сделать. А эти пусть такие. Они мне и так нравятся. Я думаю, что сейчас нужно взять еще кисточку потоньше. Можно зубки нарисовать. Вот тонкой кисточкой или кончиком. Вот этой кисточки круглой можно нарисовать точечками зубки. Вот такой он зубастый будет. И совсем не страшный. И этот тоже зубастик будет такой. Ну вот одна голова у них будет строгая, наверное, самое главное. А две боковые веселенькие. Могу точечки на... Ну вот я уже начинаю увлекаться. Всем я его веселым сделала. На второй глаз тоже сделаю, пожалуй, этому. Пусть будет с двумя глазами. Змея Горыныча у меня уже есть. Вот этому Змея Горынычу уже можно и пламя пририсовать, если вы захотите. Я не буду рисовать пламя. Я люблю добрых персонажей. А еще я хотела сделать окошком яркий свет. Желтенький. Сейчас добавлю. У нас вечер, и в домах уже зажегся свет. Я возьму желтую краску, немного смешаю с белым, чтобы цвет получился посветлее немного. И в окошках, смотрите, у меня плоская кисточка. Я всего лишь делаю один мазок небольшой. Вот такой. Раз. Получилось окошко. И вот у нас загорелся свет в наших маленьких окошках. А тут пусть будет такое. И тут маленькие. И тут будет свет гореть. Вот у нас окошки, в которых горит свет. А можно дымок сделать. Ой, я сейчас вам все возможности кисточек наших покажу. Так. Сейчас мы сделаем маленькой... Как будто в домах пекут пироги или блины. Печку растопили. И получился дымок. И мы вот здесь вот сделаем вот такой вот дымок. Из домика. И здесь. На темном фоне он будет виден лучше. Вот дымок. А широкой большой кисточкой уже потолще. Вот такой. Я возьму белила. И здесь. Я знаю. Я сделаю не огонь. А дым, который идет из... Выпускает наш змей Горыныч. Вот так. Вот здесь вот я вот так вот потыкаю. Это будет красиво. Прям он так впыхнул. И дым выпустил. Вот. А дым этот можно сделать даже розоватым немножко. Вот. Он выпустил дым. А может быть он выпустил дым из ноздрей. Он так дышит. Вот. Дым. Потыкала. Летит и дым пускает. Не огонь, а дым. А вы можете и огонь нарисовать, если хотите. У меня, я знаю, мальчики, они любят такие брутальные картинки. Не устраивают всякие романтичности. Так. Ну вот. А еще можно сделать... Я жду, когда подсохнут глаза. Я, конечно, могу их подсушить немножечко вот так феном. Да, ладно. Я думаю, что можно уже сделать даже по не совсем просохшую. Я сейчас возьму темно-синюю краску или черную. Темно-синюю сделаю. Прям почти без воды. И сделаю точечки. Добавлю вот в эти белые точки. Добавлю темных точек. И вот появились зрачки у моего дракона. Ну и еще я ему ноздрюшки сделаю. Но опять же темным тоном сделаю две точечки. Вот это будут ноздрюшки, из которых он пар выпускает или дым. Ну вот такой у нас дракон получился. В принципе, можно еще добавлять деталей, если есть силы у ваших малышей. А вы можете и сами порисовать. Ведь лучший способ приучить ребенка рисовать или научить его рисовать. Просто рисовать самим. У меня маленькая дочка, ей два года. И каждый раз, когда я делаю мастер-класс, она садится рядом и рисует. И в принципе, результаты очень даже хорошие. Так вот. Я еще хочу добавить к домикам на крыше вот такие желтые полосочки. Как будто они светятся от загадящего солнышка. Я сейчас смешала желтый с белой краской. И так вот добавлю. А может быть я цветов могу добавить. Там где-то лужайка такая вся в цвету. Тоже светится на солнышке. Поэтому дракон у меня не очень страшный получился. Я вообще люблю добрые сказки. Вот так. На этом я закончу. Теперь ваша очередь. Рисуйте, добавляйте свои работы под хэштегом изосфера сказка. А мы посмотрим и сравним. Всегда интересно рисовать вместе. И посмотреть, как придумали, что придумали другие. Так что добавляйте. Рисуйте вместе с детьми. Если дети рисуют сами и хотят сделать что-то свое, совершенно не такое, как я показала, изменить цвета, пожалуйста, не мешайте им. Пусть они сделают так, как им нравится. И любая, какая бы ни была кривая работа, сделанная самостоятельно ребенком, она лучше. Так что жду ваших работ. Поняла, что крылья-то я забыла сделать. Сейчас сделаю ему какие-нибудь... Раз. Два. Три полосочки. Как у летучей мыши. Одна крылья-то у меня совсем унесло его. Вот отсюда. Вот так. Вторую. Наверное, оно сюда же пойдет. Я его сделаю просто более темным цветом. Вот так. Отсюда он будет вот так вот. Раз. Вот я бы для маленьких детей крылья не делала, оставила бы так. Для более старших еще не справятся с этим. Маленькие с крыльями не справятся, мне кажется. Ну, попробуют. Вот будет два таких крыла. Вот отсюда. Вот так. Так. Сейчас мы еще лучики сделаем. Белым. Белым подчеркнем прожилочки, как у летучей мыши. Такие. У меня сейчас кисточка-лайнер. И очень хорошо делать линии тонкие. Мне кажется, это справятся даже дети. Длинный ворс у нее. И разных они номеров. Для детей очень тонкие. Не надо брать. Ну, где-то от третьего номера. Это пятый номер. Пинакс кисточка. Кстати, они разных фирм. Разных названий. Пинакс. Есть еще и другие. Это Пинакс хай-тек. Пятый номер. Ну, вот для большой работы. Это формат А3. Для маленьких детей, мне кажется, то, что нужно. Вот так. Ну, чтобы еще сюда добавить. Ну, кстати, можно в переднем плане сделать лужайку повеселее. Ну, уж поскольку я еще раз зашла и решила немного доделать. Беру щетину. Толстую кисточку щетины. Беру желтую краску. Смешиваю с белым. И для того, чтобы немножечко повеселее сделать лужайку на переднем плане. Вертикально держу кисточку и ставлю пятнышки. И у меня передний план получается весь в цветочках. Вот такая полянка у меня сразу засветилась. К этим белым, желтым точкам я могу добавить еще белых. Мы, кстати, уже делали такие... Такого плана работу. С такими же точками. И немного розового. Я прямо из акварели беру цвет. И немного добавлю розовых пятен. Легко касаюсь. Просто тыкаю кисточкой и у меня получается вот такая цветочная поляна на переднем плане. Ну, совсем у меня не страшный Змей Горыныч. И картинка не страшная. Вот. Пусть будет так. Давайте будет ролик у нас в服. Спасибо. Спасибо сейчас. Посмотрите. В волшебной направлении я беру overview